Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Я записываю видео по улучшению качества жизни. По сути, это мой видеоблог, где я рассказываю о своих достижениях, о том, как я помогаю людям, о своем опыте. Вчера вот был интересный рассказ тоже про изменение сознания, про растение силы. Сегодня поговорим про то, как человек может улучшать свое состояние, и про принятие, про свободу от зависимости. Потому что часто мы привязаны к чему-то или к кому-то. Мы привязаны, бывает, к людям, к отношениям, к пище, к деньгам, к славе. То есть привязанность – это очень такая большая тема, да, и она очень связана с зависимостью, да. То есть зависимость – это когда мы не можем без чего-то и чувствуем боль. То есть боль, когда, вот знаете, не можешь как бы отдалиться от этого, да, и приблизиться не можешь. Вот такое колебание туда-сюда, туда-сюда. И вот эта зависимость, она, по сути, рождает то, что человек не свободен. То есть он привязан к каким-то местам, людям, целям. И эта привязанность, она создает у человека такое вот состояние, когда он не может свободно двигаться в потоке времени, в настоящем моменте. И это можно исцелить. Самое важное, что я как бы понял это и получил эти результаты. То есть почему я говорю о том, что это можно исцелить? Потому что мы застреем. То есть вот в том моменте, когда мы привязались к чему-то или к кому-то, почувствовали болезненность, мы застреем в этом моменте. И все, и дальше не двигаемся. И важно это освободить, освободить эту энергию. То есть, скажем так, дать возможность ей свободно течь. И это вот происходит в практике, когда мы углубляемся внутрь себя и смотрим, а что же там произошло? Откуда вообще все это течет? Почему мы, например, застряли в этом моменте? То есть мы освобождаем негативный заряд, который там накопился, и состояние улучшается. То есть мы начинаем жить осознанно, легко. И самое главное, мы начинаем двигаться в потоке времени. То есть потому что застревание – это вот, ну скажем, закрепощение энергии. То есть привязанность наступает тогда, когда, например, мы что-то навязчиво хотим или нам запрещают это навязчиво. И вот тут происходит проблема. То есть проблема – это намерение и противонамерение. То есть мы хотим что-то, и в то же время, например, какая-то внешняя сила нам не дает этого сделать. И мы соглашаемся с ней и решаем – нет, мы это не будем делать, не сможем сделать. И создается противонамерение. Самое важное, что мы соглашаемся с этим. То есть это не просто сила, да, которая мы бы продолжили движение, и все было бы хорошо. А тут мы соглашаемся с этой силой, которая говорит – нет, надо остановиться, ты должен быть здесь, то есть, ну, как бы не двигаться дальше. Вот и происходит вот такое состояние проблемы. И мы, когда исследуем это, мы углубляемся, и решение проблемы – это на самом деле способность воспринимать с удобством оба этих намерения, и одно, и другое. И тогда они рассоздаются и уходят, и вы начинаете жить осознанно. То есть, потому что наша Вселенная, она, как говорится, двухтерминальная, да, то есть есть плюс и минус, там, хорошее или плохое. То есть, и вот оно познается в сравнении по шкале. То есть, это не то, что все одно абсолютно хорошее, другое абсолютно плохое. Нет, это как бы шкала от, допустим, плохого к хорошему, или там, хорошего к плохому. И вот по этой шкале человек движется. И то есть, в этом состоянии каждый может понять, где он находится на этой шкале. То есть, близко к плюсу, близко к минусу, близко к там, к нулю, да. То есть, и вот, когда человек движется по этой шкале, то он понимает, что происходит с ним, и почему, скажем так, он находится в этом месте. Я вот в практике процессинга, аудитинга помогаю человеку разобраться, почему он застрял в этом месте. То есть, я направляю внимание его в этот случай, и помогаю ему понять, а что произошло там. То есть, путем перепроживания, путем переосознавания происходит исцеление. То есть, человек свои, ну скажем так, единицы внимания вынимает оттуда, возвращает их к себе в настоящий момент. И происходит исцеление, то есть, человек начинает жить в настоящем моменте. Ведь, по сути, есть только вот этот момент здесь и сейчас, который мы постоянно создаем. А то, что мы считаем прошлым или будущим, это суждение нашего ума. И вот в этих суждениях часто можно запутаться, потеряться, мы все хотим простроить логически. Да, то есть, закрываем сердце, душу и начинаем жить вот такой неосознанной жизнью. И то есть, поэтому цель – это вернуть себе осознанность. И осознанность возвращается за счет того, что мы убираем эти негативные заряды и понимаем себя. То есть, через понимание себя, своей истинной сути, мы возвращаем себе осознанность. И вот в этом, по сути, цель движения человека по жизни. То есть, понять себя, вернуться к себе и стать в большей степени осознанным, счастливым и здоровым человеком. И практика процессинга, одитинга, она помогает понять себя и увеличить уровень осознанности. За счет понимания, за счет того, что мы убираем вот эти вещи, которые закрывают от нас чувствование себя. И возвращаем единицы внимания в настоящий момент. Сейчас сделаем небольшую практику, и вы увидите, как это все происходит. Сядьте или лягте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя, как сознание в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. И посмотрите, есть ли в этом пространстве что-то, что вносит диссонанс, какой-то разделенность, или какой-то вот, ну, преграждает вас от понимания себя, от чувствования. То есть, это может быть какая-то эмоция, ощущение, чувство. Может быть, какой-то случай сразу всплывет. Если всплыл случай, то здорово. Вот, если всплывала эмоция, посмотрите, из какого случая она проистекает. То есть, возможно, это произошло недавно, может быть, давно. Вот, и двигайтесь, переместите внимание в этот случай и перепроживите его. То есть, полная осознанность с полным пониманием, как будто вы проходите через это снова. Сделайте так несколько раз, пока вы не почувствуете облегчение. То есть, что заряд ушел. Вот, когда вы почувствовали, что заряда больше нет, то с этим случаем можно закончить и проработать другой случай, где была такая же эмоция. Если вы прошли несколько раз через случай, а облегчение не наступило, то двигайтесь в более ранний подобный случай, где была подобная эмоция, ощущение, и продолжайте с ним. Итак, действуйте до состояния, когда вы получите облегчение и почувствуете, что заряд ушел. То есть, в таком образом мы убираем негатив, который накопился у человека. И я, когда провожу сессию как проводник, я помогаю человеку углубиться глубже. То есть, максимально глубоко, насколько человек может, до самых ранних случаев и найти причину. То есть, мы выходим на прошлые воплощения, на родовые травмы, на пренатальный период. То есть, приходят и какие-то из коллективного бессознательного случаев. То есть, все это, все, что приходит, мы прорабатываем и убираем оттуда заряд. И тогда наступает переосознавание и состояние принятия. То есть, вы начинаете чувствовать себя и начинаете жить своей жизнью. Вот в этом практика процессинга-аудитинга. Кому интересно, вы можете написать мне в личные сообщения. Мои контакты будут указаны в описании к видео. Вот и Viber в самом названии. То есть, Viber, WhatsApp, Telegram. Можно написать мне, позвоните. Я расскажу подробнее, проведу бесплатную консультацию. И потом договоримся о сессии процессинга-аудитинга, где я смогу показать, как это работает. Вы получите свои первые результаты. И сможете лучше осознать себя и понять, как это происходит в вашей жизни. Также я провожу обучение о аудитингу, процессингу. То есть, каждый человек может пройти его и понять себя. То есть, самое главное, научиться помогать и себе, и другим людям. То есть, стать осознанным и счастливым человеком. Также провожу обучение основам жизни. Это курс преодоления подъемов и спада в жизни. Как справиться с подавлением. И курс достоинства и ценности личности. Это как убрать из жизни проступки, утаивания и стать целостным и счастливым человеком. Также я провожу программу очищения, которая направлена на то, чтобы очистить организм от токсинов, наркотиков, ядов, лекарств. Все, что радиации, все, что там накопилось. И убрать оттуда то, что мешает вашему духовному росту. Вот это как бы то, что можно пройти. Также в описании вы увидите две моих книги. Это «Мир и вечное опознание» и «Полное исцеление». Вы можете их скачать, прочитать по ссылкам в описании. Вся информация доступна. Но если захотите пообщаться со мной, то мои контакты под этим видео добавляйте в друзья в соц. сетях. Пишите комментарии, задавайте вопросы и двигайтесь по пути духовного роста. Если это видео вам понравилось, то ставьте «Нравится», подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, как напоминание о новых видео. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, оно будет им тоже полезным. И они смогут освоить практику процессинга и попробовать на себе эти улучшения, чтобы они поняли, как это работает. И самое главное, то, что я понял на своем опыте, это ежедневная практика. То есть не просто чтение каких-то там статей в интернете или в книге. Это практика. То есть если вы практикуете каждый день, то ваше состояние будет улучшаться, и вы будете осознанно двигаться по пути духовного роста. Вот на этом, друзья, будем заканчивать. Сейчас на экране у вас появится еще парочка видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу. Больше еще о том, как действительно работает процессинг. На конкретном примере там показана сессия и практика процессинга. Это я рассказываю и показываю более углубленно, как работает процессинг. То есть также мой сайт и подписка на мой канал. Кто еще не подписчик, обязательно подписывайтесь. Я вам желаю счастья, друзья, гармонии и всего самого наилучшего. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. И мы увидимся с вами скоро в следующем видео. До скорой встречи.